Чемпионы, всем мощный салют! С вами канал новости UFC и очередная подборка всех главных и последних новостей. Но и не будем тратить ваше драгоценное время и сразу приступим к новостям. 19 марта стало известно, что Хабиб Нурмагомедов окончательно завершил карьеру, о чем я сообщал в предыдущем ролике. И это сразу же повлекло за собой последствия для всего легкого дивизиона. Титул чемпиона стал вакантным и уже принято решение, что 15 мая на UFC 262 за него сразятся Чарльз Оливейро и Майкл Чендлер. Но кроме того, конечно же, уход Хабиба имеет влияние непосредственно на российские смешанные единоборства. И для России впервые за 1077 дней страна не имеет в UFC своего чемпиона. Хабиб завершил карьеру, а другой российский чемпион Петр Ян утратил титул путем дисквалификации из-за запрещенного приема. Как все помнят, 7 апреля 2018 года Нурмагомедов в бою с Эллом Яквинтой завоевал титул и с тех пор удерживал его. А в период с 12 июня 2020 года по 7 марта 2021 года в промоушене было аж сразу два чемпиона из России. И в приоритете было завоевание как минимум еще двух поясов. В полусреднем, где выступает яркий представитель Забит Магомед Шарипов и в наилегчайшем весе, где выступает Аскар Аскаров. Ну а там уже на подходе, глядишь, нарисовался бы и пятый пояс в полутяжелом весе от Магомеда Анкалаева. Ну а пока, увы, на сегодняшний день Россия впервые с 2018 года осталась без чемпиона в американском промоушене. Ну а тем временем, как Хабиб официально ушел в отставку, извечный соперник Конор МакГрегор, конечно же, не оставил без внимания уход чемпиона, посвятив этому отдельный пост с подписью. Счастливой отставки, парень, снюхаемся позже. Никогда не забывай, кто пришел в игру и создал тебя своими большими ирландскими шарами. Помните, ребята, если вы так ненавидите гонять вес, все, что вам нужно, это подняться на дивизион выше. Храни Господь, написал ирландец в Инстаграм, опубликовав соответствующее фото с непобежденным российским бойцом те времен, когда между ними еще не было вражды. Ветеран российского ММА промоушена Олег Токтаров поддержал слова МакГрегора про Хабиба Нурмагомедова. А вот друг и партнер по команде Ислам Махачев дал другое объяснение на слова МакГрегора о том, что Конор сделал Хабиба. Ислам заявил, если Дана Уайт и его команда не захотят, и ты даже если будешь выигрывать, то ничего не добьешься. Если они тебя не захотят раскручивать, то ты так и ничего не заработаешь. Есть много ребят, которые дрались с Конором, громкие бои проводили, но они не заработали такой славы, таких денег, как Хабиб Нурмагомедов. Все просто, Нурмагомедов стал интересен UFC, и поэтому так все получилось, заявил Махачев. Но уже далее, спустя некоторое время, МакГрегор и вовсе объявил себя новым чемпионом UFC в легком весе, написав, чемпион мира в легком весе, место занято, написал ирландец, в твиттере опубликовав соответствующее фото. А в другом послании Конор МакГрегор написал, напомнив Хабибу, преимущество в стойке, 8 нокаутов в 30 боях, нулевая мощь, не забывай об этом, плюшевый мишка, написал МакГрегор. Ну а тем временем, легкий дивизион просто стал полыхать новыми событиями и датами, и скорее всего, Дану Уайт взялся за дело и активно начал продвигать ряд ярких поединков. Как все знают, и было уже объявлено, нас ждет мощное противостояние между Майклом Чендлером и Чарльзом Оливейрой. Ну а чуть позже организация объявила еще одно громкое событие, трилогию между скандальным Конором МакГрегором и Дастином Парье. Напомню, что на момент, когда титул был еще не вакантным, у UFC в разработке был поединок между Чендлером и Гейджи. Но после того, как Хабиб официально ушел в отставку, UFC кардинально изменила свои планы и объявила поединок за вакантный титул между Чендлером и Оливейрой на UFC 262 15 мая. А третий бой-трилогию между Конором МакГрегором и Дастином Парье планирует провести на UFC 264, запланированный на 10 июля. И как я ранее заявлял, исходя из всей этой ситуации, планы UFC скорее всего такие, что в поединке Чендлер-Оливейра определится чемпион и организация получит новую медиа-звезду и чемпиона, а в поединке против Конора и Парье определится претендент в конечном счете, очередной титульный бой и UFC снова делает кучу денег. Ну а пока на тему того, что по непонятным причинам сорвался бой Гейджи и Чендлера, отреагировал сам Джастин Гейджи, заявив, что не понял, как все произошло, поскольку переговоры на бой шли благоприятно. Вечером была беседа о поединке, а с утра назначено новое противостояние за вакантный титул между Оливейрой и Чендлером, заявляет Гейджи. Ну а далее Фергюсон в Твиттере опубликовал пост, посвященный уходу Хабиба, обращаясь к менеджеру российского бойца Али, я понимаю то, что твой клиент, жирноголовый Хабиб, словесно постучал 29.1. Это ММА, а не джиу-джитсу. Придерживайтесь намеренного уклонения от поединков, написал Тони. Также и непобежденный экс-чемпион Джон Джонс прокомментировал уход Хабиба, напомнив о достижениях Орла. И формально Джонс адресовал Хабибу очень уважительное послание, если бы не картинка, прикрепленная к сообщению, меняющая его смысл полностью на противоположные. Джонс написал, нет ничего плохого в том, чтобы уйти на вершине. Наслаждайся отставкой, чем? Написал Джонс в Инстаграм, при этом снова напомнив о том, что в его активе 14 выигранных титульных поединков, а на счету Хабиба Нурмагомедова всего 4. Ну а далее, Махачев назвал вероятного соперника, и по словам Ислама Махачева, его карьерные перспективы были одним из главных разговоров, которые проходили на встрече между Хабибом Нурмагомедовым и руководителем UFC Даной Уайтом. И возможно UFC после этой беседы все же начнет продвигать Ислама. Сам Ислам сообщил, что на данный момент большая вероятность, что он встретится с Рафаэлем Дусаниасом, однако рассматривается также возможность поединка с Джастином Гейджи, что, конечно же, безоговорочно будет лучшим исходом для Махачева. Также Ислам подчеркнул, что пока на данный момент все еще нет конкретики. Экс-чемпион UFC сообщил неожиданную новость, заявив, что намерен приехать в Россию и посетить Дагестан. Макс Холуэй после объявления Хабиба Нурмагомедова об отставке обратился к Хабибу, написав, «Поздравляю, брат! Да прибудет с тобой мир! В скором времени я хочу посетить Дагестан!» – написал Холуэй. И двигаем дальше. На прошедшем турнире UFC участник главного события Кевин Холланд просил помощи у экс-российского чемпиона Хабиба Нурмагомедова во время своего поединка. Кевин Холланд в поединке против Дерека Брэнсона, понимая, что проигрывает, попытался получить наставление от популярного экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Во время перерыва одного из раундов поединка Кевин Холланд поговорил с экс-чемпионом Хабибом Нурмагомедовым, который вместе с Даной Уайтом наблюдал за поединком как раз со стороны его угла. Холланд спросил, обращаясь к Хабибу, «Брат, дай мне какие-нибудь советы по борьбе», – сказал Холланд. Однако Холланду не помогли ни успешные действия в стойке, ни разговоры с соперником, ни обращение за помощью к Хабибу Нурмагомедову. В итоге Холланд проиграл Брэнсону единогласным судейским решением. Ну а далее хочется отметить, что прошел отличный вечер бокса, где в главном событии вечера Артур Бетербиев одержал убедительную победу. Однако стоит отдать должное сопернику Артура, ведь никто даже не давал шанса ДНС, который продержался практически до самого конца поединка. Но русский немец оказался невероятно стойким и быстрым, особенно в первых отрезках матча. И, конечно же, лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, бдительно наблюдающий за поединком, не оставил без внимания выступление чемпиона и сразу же после окончания поединка лично по видеосвязи поздравил Бетербиева, когда еще боксеры находились в ринге. А после прокомментировал успешное выступление Артура, посвятив этому целый пост. Друзья, Артур Бетербиев защитил свой чемпионский титул по версии WBC и IBF и еще раз доказал, что на данный момент является сильнейшим боксером мира в полутяжелом весе. В поединке против немца Адама Дейнеса все решилось в 10 раунде. Наш дорогой брат, представитель клуба Ахмат Артур Бетербиев не просто одержал победу, он сделал это, как мы уже привыкли, отправив соперника в нокаут. Потрясающий результат в профессиональном боксе. 16 боев, 16 побед и все нокаутом. Артур всех своих соперников, Артур всех своих оппонентов на ринге буквально громит и сметает без единого шанса для них. В этом плане он уникальный боксер, мы не сомневались в победе Бетербиева и ждать иного результата не было повода. Артур причин для таких тревог не дает, если, конечно, не вмешиваются третьи силы, как это у него было на Олимпийских играх, когда судьи выносили странные решения. Но это все уже осталось в прошлом, сейчас самое главное, что Артур не останавливается на достигнутом. Ему, как никому другому, на нынешнем этапе вполне по силам провести еще несколько чемпионских поединков и забрать все пояса в своем дивизионе. Знаю, что сам Артур ставит такую цель и он ее может достичь. Это был первый бой лучшего боксера мира Артура Бетербиева у себя на родине, в России. Все прежние поединки в профессиональной карьере он проводил за пределами нашей стороны. «Я сердечно поздравляю его с великой победой. Мы гордимся тобой, Артур», – написал Кадыров. И с той тогда должной Рамзану Кадырову мы все видим и не раз убеждались, что лидер Чеченской Республики бдительно наблюдает, развивает, поддерживает и продвигает спорт и спортсменов своей республики, и нередко спортсменов других регионов. Что, конечно же, благоприятно влияет на спортивное будущее российских спортсменов в России и за ее пределами. Ну а далее Хабиб прокомментировал свою отставку, подчеркнув, что сложно сказать «нет» деньгам и влиянию. Хабиб сообщил, что после того, как объявил о завершении карьеры, после поединка с Гейджи он никогда не рассматривал возможность вернуться в клетку. «Очень трудно уйти и сказать «нет», когда у тебя полно сил, когда ты лучше в мире и когда ты знаменит, и у тебя много денег. Я пришел в этот спорт, чтобы показать, кто я и стать лучшим. Я чемпион мира. Я защитил титул трижды и выиграл главный бой в UFC. Что мне остается? Только бой ради денег. А они мне не нужны. Я очень доволен своей карьерой. Мне нечего доказывать. Я добился всего в этом спорте. Возможно, люди никогда меня не поймут, но я надеюсь, что они поддержат мое решение», – заявил Хабиб в своем послании. Ну а в завершение, яркий представитель легкого дивизиона Тони Фергюсон объяснил, почему решил сменить свой тренировочный лагерь, рассказав неожиданные подробности. «Ранее я не давал по себе попасть, но затем все изменилось, и мне пришлось разбираться с этим, поскольку с каждым поединком я стал пропускать все больше и больше. Я подумал и решил не принимать ненужный ущерб и внести соответствующие изменения. Я пообещал себе, семье, друзьям, что больше не буду получать такой урон, как в последних нескольких поединках. Понимаете, когда угол не работает над элементами уклона и уходов, я понимаю, что должен что-то менять. Когда мой угол забывает вынести мне в воду в середине боя, я понимаю, что должен что-то менять, и мне надоело быть разбитым и усталым. Поэтому я перестал плакаться и принялся за работу. Впереди нас ждет много крутых вещей, и я буду усердно работать. Фергюсон настроен серьезно, написал Тони. Ну что ж, друзья, настрой Тони также придает еще большего огня ко всему тому, что сейчас разворачивается в самом конкурентном дивизионе. И, возможно, мы в преддверии больших, ярких и интригующих поединков. Ну а в качестве бонусов выпуска для вас, друзья, сообщу, что российский боец Альберт Туменов получил визу в США и планирует в скорое время вернуться в ряды крупнейшего промоушена UFC. Ну а на этом я завершаю этот выпуск. А вы поддерживайте ролик своими чемпионскими лайками. Те, кто не подписан, подписывайтесь. Оставляйте свои комментарии для продвижения ролика. Также жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видеоролики, поскольку на портале YouTube частенько бывают галюки. Ну а с вами был канал Новости UFC. Всего вам наилучшего, мира и добра. Пока-пока.